В первом нашем фильме мы обрисовали проблемы экологии Сыкуля. Но что творится на озере сейчас? Кто непосредственно и как следит за сохранностью природы? Насколько чисты его вода и берега? Чтобы узнать об этом, мы отправились в поездку. Вот она проблема. При въезде в Иссыкульскую котловину располагается мусорный полигон города Балыкчи. Он сейчас законсервирован. Бульдозеры засыпали свалку, но... Смотрите, сколько пластика осталось висеть на окружающих кустах. А сколько таких пакетов было поднято в воздух сильным западным ветром, муланом, и попало в озеро? Тут поневоле поймешь, насколько важно содержать побережье в чистоте. Чтобы узнать, что предпринимается государством для защиты озера, мы обратились в генеральную дирекцию биосферной территории Иссыкуль. Биосферная территория Иссыкуль – это особо охраняемая природная территория. Площадь биосферной территории составляет 43,1 тысячи квадратных километров. Это 43 миллиона гектаров. Цель создания биосферной территории – это сохранение природных ландшафтов, экосистем и видов генетического разнообразия, содействие экономическому и культурному развитию региона, проведение долговременных исследований и мониторинга о состоянии проживания среды. Также экологическое образование и просвещение. У нас имеются отделы, отдел мониторинга, учета биоресурсов, отдел экологического просвещения и отдел сохранения биоразнообразия. Нашим сотрудникам проводится огромная работа. Сотрудники отдела сохранения биоразнообразия проводят рейды в акватории озера Иссыкуль. Также нашим сотрудникам проводится мониторинг водоплавающих, окловодных птиц и перелетных птиц. Есть у нас, помимо этого, есть очень весомые проблемы, которые мы стараемся решать. Очистка дна озера – это очень большая проблема у нас. Каждый год мы стараемся договариваться с водолазами, дайверами по очистке дна озера. В этом году, вот сейчас составляем план действий, есть у нас общественный фонд «Чистый Сырколь». Люди, которые энтузиасты, которые берут желание как-то привести в соответствие экологической обстановки дна озера. И вот сейчас мы намеряемся с ними в сезон провести три больших таких работ по очистке дна озера. Мы, в свою очередь, обеспечим транспортными средствами, пароходом, теплоходом и катерами. А общественный фонд «Чистый Сырколь» в свою очередь будет проводить очистку дна озера. Есть еще другие проблемы, скажем, несанкционированные мусорные полигоны, полигоны, которых мы тоже сейчас стараемся регулировать совместно с руководством района АИЛ-УКМЮТЫ. Конечно, это тоже дело не одного дня. Еще есть проблемы по борьбе с браконежством. Мы с ним тоже боремся совместно с экотехинспекцией, с общественностью и проводим определенную работу. В прошлом году наши работники изъяли где-то 15 лодок разных модификаций, там резиновые лодки, катера. Сохранение уникальной экосистемы Сырколь – это, я думаю, дело каждого нашего гражданина, тем более жителей нашей области. И думаю, общественность, жители области правильно поймут и поддержат стремление организации, которые именно непосредственно занимаются природохранной деятельностью. В этом я очень уверен. И наше население, и наши властные структуры поддержат план сохранения биоразобразия озера Сырколь. Смейлок Мирбек Джанглокович, заведующий отдел экологическое образование. Наш отдел является одним из важнейших инструментов, обеспечивающих охранную окружность среды. Мы провели 6-месячные акции с Сыркольем Мирбек Мурасом, совместно с жителями и школами села Турайгар Сыркольского района и специалистами отдела экологическим образованием по астинской мусоропребрежной зоной. В ходе уборки в прибрежное озеро было убрано около 10 тонн мусора. Для облаза мусора привлеклись мусороуборочные техники в автомашине. Мы в дальнейшем плане будем включать общественники и будем проводить такие мероприятия. Наш отдел занимается, проводит экологический мониторинг качества воды озера и рек впадающего озера. Конкретно мы отбираем пробы в 16 точках озера. По анализам в общем качество воды, можно сказать, хорошее. Что касается твердобытовых отходов, тоже мы проводим мониторинг. Проводится повсеместно весенняя уборка, но этого недостаточно, потому что я считаю, что сознание людей, населения и приезжающих гостей наших должно быть все-таки на высшем уровне. Каждый должен понимать, что мусор должен собираться в определенной емкости, не выбрасываться, где попало, что у нас, к сожалению, наблюдается. По нашим наблюдениям, также у нас частичные загрязнения происходят и от нарушения природного баланса. Это и строительство пансионатов, в результате чего вырубаются облепиховые кусты, которые являются природными очистителями качества воды озера. Ну и также, наверное, осушение баллона. Также наш отдел занимается воспроизводством рыбных ресурсов. Как известно, у нас два вида рыб, голый осмами и сакульская маринка, находятся в Красной книге. Вот мы в этом плане проводим небольшое такое воспроизводство совместно с департамом рыбного хозяйства. Проводится также у нас и осенние, весенние, зимние, что-то в этом плане, еще у козы, птицы в озере, сакульки, сохранение, что-то такое. Проводится мониторинг копытных диких животных, мониторинг прорывоопасных озер. Для улучшения в целом экосистемы озера нам, конечно, хотелось бы и финансовая какая-то помощь, и, может быть, и методическая помощь в сборе аналитических данных, проведение запланированных наших идей до конечного результата. Нашим отделом проводятся работы по проведению оперативных рейдов по борьбе с незаконным уловом рыбных запасов совместно с Игорями и Сакульского государственного заповедника, а также проводим работу по пресечению незаконной охоты. В составе дирекции для судно-территории Сакулька находятся еще шесть госзаказников, и там тоже мы проводим биотехнические мероприятия, и проводится охрана этих территорий. Проблем у нас много, мы поддерживаем инициативу общественного фонда «Чистый Сакульк». Это, я думаю, исходит из патриотических чувств. Они сами хотят, чтобы наша «Жемчужина» и Сакульк оставался чистым, прозрачным, благополучным в экологическом отношении озеро. Поддерживаем и, думаю, что будем в дальнейшем сотрудничестве. Продолжение следует...